Приветствую девочки и мальчики, Гофира Бравна, Тильзефир. Вот ну не поверьте, иду, значит я по магнитам. Я иногда хожу туда, в магазины эти. Нападает на меня сыр под названием Сиртаки. И как зазвучит у меня вот это вот. Фальшивлю, ну что, некоторые можно и мне можно. 50%, 200 грамм. Верность сохраняет свежесть. Традиции. Или верность традиции сохраняет свежесть. Я не знаю, кто это производитель. Написано импортер только. Может и сама и Греция там, но шурукивает, это уже не важно. Поэтому сегодня будем делать греческий салат фита. С фитой, сертаками. Короче говоря, вот этот вот. Где они обнимаются и вот так вот танцуют. И заодно пообсуждаем вам семейство Турановых. Пообсуждаем вам. С вами, господи, прости. Елена Цветочек Лайфлог так называется. Теперь что. А раньше Леди Тур назывался канал. Не знаю, в чем причина такого переименования, наверное, нужная. Ну и в первую очередь займемся сыром. Он вот в такой тетрап упаковке. Надо ему сделать хиракири больно. Ой, 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 ой. Сейчас я вам покажу. Внутри это тип такой творожной консистенции. А вот ее надо бы вывалить. О, господи. Прости. Пошу грешную. И в вываленном уже состоянии. И вот в таком вот. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Переведу камеру со своей личностью. На зеленую поверхность. Вот так. Вот так. И вот сделать кожу больно. Постараться наделать кубиками больно. Туранова поехала на юга. Сбылась мечта. И все бы ничего. Но я что-то как на ценники посмотрю. Они дешевле ли было Турановой семейством в Турцию-то поехать. Что-то прям вообще. 21 тысяча в день. В день. В сутки. В кровати. В место, где поспать. Ну, просторное. Вид на море. С гаражами. Ну, знаете, что там гаражи все время. Строят, 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 строят. Человейники такие. Муравейники. Маленькие, маленькие, маленькие. Для отдыхающих. Так, теперь берем лук рыбчатый и очень острый нож. Должен быть, конечно, фиолетовый лук янцинский. Но он у нас под 300 рублей. Сейчас мне баба душит. И сначала они туда полетели на самолете. Говорит, что ты ж... Потому что сначала боялась, боялась лететь. Ой, боюсь, ой, там затопило. Менки, беспокойся, там все время топит. Там есть такие года, когда еще и теплая вода уходит туда. В море, и ничего ты фиг с этим не сделаешь. Сидишь, как дурак, смотришь на море, жаришься, а оно плюс 15. Порезали тонко лучок. Отправили вот туда же, где тадам. Вот это вот. Фитака. 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 Дальше нам нужны оливки. Оливки это то, что похоже на больших мадагаскарских тарканов. Поэтому лучше их порезать. Делаем вскрытие. Сливаем воду. И высыпаем на поверхность. Ай, они укатываются. Вот так вот. Вот эту баночку мне выбрасывать под пепельничку. Или хорошо, знаете, что-нибудь кулички делать. Мужику отдать, чтобы он там хранил всякие пьяки. Берешь чицы. Куда я красивую ножку делаю? Беру тонкий нож. Начинаю резать. Вот представляете, 200, 10 тысяч за 10 дней. Плюс входит всего лишь завтрак. Это очень мало. Значит ты обедать и ужинать должен где-то в другом месте. Ну там пенаные вечеринки. Не подумайте про пиво. Это само собой. Для детей раздолье. Пляж свой собственный, я не поняла имеется или нет. Но они что-то быстро устали на муру ходить. Значит не так уж это и близко. Не в первой линии, понятно. За такие-то денжиши. И плюс к тому же еще и опять ротовирусная инфекция. Да что ж такое-то. Каждый раз как едут, так ротовирусная инфекция. Для этого надо просто рот закрывать и не глотать воду. И с собой всякие иметь полисорбы. Какие-нибудь еще. Адссорбенты. Так ладно бы вот этот завтрак. Они там едят как будто бы три раза еще пообедать. Не успеют и вообще последний день кушают. Так еще и вечером идут в ресторан. Или заказывают из ресторана. И каждый раз на три-четыре тысячи. Представляете, значит еще если 10 дней считать, это еще 40-го в них клади. И это без развлечений, которые Лена нам тут тратит во всяких море-молв. Вот где человек кайфует. Вот я понимаю, кайф, кайф. Идет. Майкл Корс уже не Корс. Надо что-то другое. С важным видом. Ее со стороны фотографируют. Дети-то. Как она красавица идет. Выписывает. Ей прям таки не хватает больше города. Вот что она в этом Шадринске делает, я не знаю. Ей надо в какой-нибудь такой город. Екатеринбург, Челябинск. Самару. Фу. Ну чтоб крупно было. Ну что она, ей и майкл Корсу некуда выглядят, по-собственному говоря. Ну только на родительское собрание или в ЖКХ, в ЖКУ. Куда сходить там надо. Что-то она все время куда ходит по делам. А так хочу похвалить. Она, конечно, молодец. Не увядает. Не поддается на провокации инфляционные. Тут не знаешь, почем завтра курица будет. Уже у нас в Самаре 228 рублей. Представляете, собачка-то не пришла. Сейчас пойдем. А это невыбедаемая наша красота. Очки за 40 тысяч, говорит, нормально. Я чумела вообще. То тут, значит, денег не хватает ни на чем, надо сказать. То очки за 40 тысяч это нормально. Но я понимаю, 5-6 тысяч плейроидов настоящие взять. И то сейчас на подделках. Ну, 40 тысяч из-за того, что там напишено гуси, ну, знаете, никакого не имеет смысла вообще брать. Сейчас вы напишите фирменные, ткачатами, ага. Если хорошо обращаться и носить раз в год. А если постоянно носить, то любая, лучше муча не выдержит. Плюс к тому же, вот эта сумочка опять очередная в покупках. Рандеву или какое-то там соломенное, говорит. Ну, молодец. Зато пацаны ходят вон в шортах. Юре так вообще много не надо, я поняла. Ему лишь бы вечером пивасик был. По 300 рублей пиво. Это шо ж такое делается? Рядом пятерочка с магнитом, а они богатые. Считаю деньги в чужом кармане, да, считаю. Судайте, почему? Потому что завидую. Шуту. Вот теперь мы туда опустим зелень. Мелью. Салат называется, знаете как, экстаз, нет, экзакт. Экзакт. А не прилично так называться. Часть салата у меня пойдет на завтрак. Часть на сегодня. Я же куновная, биржевая. Вот я вот так отделяю. Я не рву салат. Можете ругаться на меня сколько угодно, я его режу. Я все по старой традиции советской. Это в Америке там все крупно делают. А мы все помельче. Хотя он нежненький такой, собственно говоря. Можно было бы и порвать, но не буду. Мы с ним договорились, что не надо. Так что... И это еще развлечения, всякие парки. Всякие выставки. Но я поняла, что они прогуляли половину машины на Льюкину. Миллион шестьсот. Там хочет машинку. Сколько там что он? Патриот хочет? Пускай не берет. У меня сейчас все время под этим патриотом лежит, как по женщинам. Ну и какая грекция без золотых бумагов? Золотцы, а не красные жемчужины почему-то. Он горный сладкий черри. Много органической глюкозы, полезную и сладкую. Пусть у меня столько конфет предлагают. А мы салат. Ну ладно. Салат так салат. Ой! Он уже там перезрел у них все. По идее резать не надо тоже. То есть тут вообще ничего не надо резать. Но вы режете. Как я. Делаю как я. Так что наблюдаем дальше. Чего там еще к чему-то приключения заведут. Но когда Оленка жалуется, что у нее не хватает детям на лечение или на бассейн, а потом говорит, что 40 тысяч это недорого для очков, вы меня простите. Это конечно безобразие. Она активнее, чем моя землячка Ильичева. Он Ильичева аж на 3 месяца скрывалась от телезрителей. Но все-таки я считаю, надо быть более экономным в наше время. Неизвестно, что происходит. А тут прям раз такой. Веером. Веером. Деньги. Веером. Как последний день. Не дай бог, конечно. Можете убежаться на меня, не убежаться. Но это правда. Офер обранжу. Неплохого мне посоветуют. И научат. Вот так накидайте. Потом все промешайте. Солить не надо. Заправлять ничего не надо. Никаким оливковым маслом. Учтите. 100 граммов оливкового масла. 900 килокалорий. Нам это вообще с вами нельзя. У меня на плите супец стоит. С фрикаделями. Без заправок. Представляете. Вот такой салат. И вполне хорошо. Прям очень вкусно будет. Так что, что-то я затакалась сегодня. У нас дожди пришли. Вот к вечеру солнце выглянуло. Не очень я все ощущаю в такую погоду. Но будем стараться жить дальше. Тоже хочу в море, мол. Да, я еще хочу на самолет. На вертолет. Ну и вообще смените постановку. Так что Ленка с одной стороны правильно думает. Делает и думает. Но с другой стороны уже больно растрата. Растрата большая. Всего вам всего хорошего. Аля греческий салат мы с вами сделали. Я пошла на улочку. Тургуляюсь. Проветлюсь, как говорится. Перед ужином-то надо. Нормально люди-то делают до, а я делаю... Нет, после, а я делаю до. Вот, даже чуть-чуть ненормальная. Всем большое спасибо за поддержку. Ценю, люблю, уважаю. Пишите, что вы думаете о путешествии Турановых. За Треморы. Я думаю, что-то как-то с размахом. С купеческим. С купеческим размахом. Все. Чумоки-чумоки. В обешоке. Помните, что Глафера вам плохого не посоветовала.